Привет всем Выжившим, и на этот раз мы будем смотреть мой новый дом в Fallout 76, который находится рядом с локацией Вдовья Гора, и не так далеко от ржавой кирки, что, конечно же, тоже весьма удобно. Дом, если честно, получился похожим немножко на бизнес-центр или какой-то постапокалиптический офис, но в любом случае пишите свое мнение в комментариях, понравился ли вам сам дом. Но начнем мы, пожалуй, с моей теплицы. В целом, ничего необычного, здание похоже немножко на амбар, но, как по мне, это не главное. Главное, это удобство, и чтобы вам было удобно собирать вашу культуру, которая у вас там растет. Ну что ж, давайте пройдем к главному зданию, над которым я действительно долгое время трудился. Выбираю форму крыши, ну и, конечно же, самого здания. Как видите, во дворе у меня импровизированная зона для курильщиков, и рядом стоит мусорка. Может быть, стоит ее, конечно, передвинуть подальше, но время покажет. Ну что ж, и вот мы попали в главное помещение офиса. Как видите, у меня здесь стоят компьютеры, и, конечно же, две импровизированных комнаты для карантина, или, возможно, наказание провинившихся сотрудников. А по бокам у нас находится кухня и мастерская, где сотрудники могут отдохнуть или даже заняться творчеством. Конечно, кухню можно было бы сделать куда больше, но я решил придерживаться симметрии, поэтому комнаты получились весьма компактные. Но в этом есть какой-то свой плюс. Кстати, появляясь у меня, игроки оказываются с правой части здания прямо у торговых автоматов. Ну, это, конечно же, удобно, ведь игроки сразу видят автоматы и подбегают к ним, и они не видят мой сарай. Так что каждый второй или третий игрок не станет воровать мои овощи, что дополнительный, наверное, плюс. Что ж, и на этом, пожалуй, экскурсия по первому этажу у нас подходит к концу, так что давайте пройдем на лестничную площадку. И, как видите, у нас здесь есть небольшой балкончик. Возможно, в будущем я его уберу, но пока что он выводит как раз-таки на бандитов. Можно выйти с винтовкой, пострелять, проверить урон, ну и просто полюбоваться видом. Ну, а мы тем временем поднимаемся на второй этаж. Как видите, здесь у нас два помещения. Слева у нас находится генераторная, ну а справа уже моя личная комната. Здесь у меня находится генератор, который вырабатывает 100 энергии, который как раз-таки обеспечивает энергией все здание. Ну и, конечно же, куча-куча соединителей. По большей части я использовал огромное дерево рядом в качестве опоры для моих соединителей. Ну а мы тем временем направляемся в мою комнату, в которую я натыкал почти все предметы, которые в последнее время давали бесплатно. Конечно, желтые обои это, пожалуй, последнее, что я повесил бы в реальной жизни. Но здесь, в игре, это, пожалуй, единственные обои, которые у меня есть. Поэтому выбирать не приходится. Что ж, и вот я вам показал весь свой новый дом, на который я, если честно, угрохал довольно много силы времени. Так что обязательно пишите в комментариях, как вообще он вам. И, кстати, если видео наберет достаточное количество просмотров, вы увидите дом моей девушки, которую вы как раз-таки видели в этом ролике. Ну и на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте обязательно комментарии и берегите себя и своих близких. Пока-пока и до скорого. Пока-пока. 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 Продолжение следует...